Русская народная сказка Маша и Медведь Жили-были дедушка и бабушка, и была у них внучка Машенька. Собрались раз подружки в лес, по грибы да по ягоды, пришли звать с собой Машеньку. Дедушка, бабушка, говорит Машенька, отпустите меня в лес подружками. Дедушка с бабушкой отвечают, иди, только смотри, от подружек не отставай, не то заблудишься. Машенька пришли девушки в лес, стали собирать грибы да ягоды. Вот Машенька деревце за деревце, кустик за кустик, и ушла далеко-далеко от подружек. Стала она аукаться, стала их звать, а подружки не слышат, не отзываются. Ходила-ходила Машенька по лесу, совсем заблудилась. Пришла она в самую глушь, в самую чащу, видит, стоит избушка. Постучала Машенька в дверь, не отвечают. Толкнула она дверь, дверь и открылась. Вошла Машенька в избушку, села у окна на лавочку, сидит и думает, кто же здесь живет, почему никого не видно. А в той избушке жил большущий медведь. Только его тогда дома не было. Он по лесу ходил. Вернулся вечером медведь. Увидел Машеньку, обрадовался. Ага, говорит, теперь не отпущу тебя. Будешь у меня жить, будешь печку топить, будешь кашу варить, меня кашей кормить. Потужила Маша, погоревала, да ничего не поделаешь. Стала она жить у медведя в избушке. Медведь на целый день уйдет в лес, а Машенька наказывает никуда без него из избушки не выходить. А если уйдешь, говорит, все равно поймаю и тогда уж съем. Стала Машенька думать, как ей от медведя убежать. Кругом в лес, а в какую сторону идти, не знает. Спросить не у кого. Думала она, думала и придумала. Приходит раз медведь из лесу, а Машенька говорит ему, Медведь, медведь, отпусти меня на денек в деревню, я бабушке, дедушке гостинцев снесу. Нет, говорит медведь, ты в лесу заблудишься, давай гостинцы я их сам отнесу. А Машеньке того и надо. Напекла на пирожков, достала большой-пребольшой короб и говорит медведю, Вот смотри, я в этот короб положу пирожки, а ты отнеси их дедушке да бабушке. Да помни, короб по дороге не открывай, пирожки не вынимай. Я на дубок залезу, за тобой следить буду. Ладно, отвечает медведь, давай короб. Машенька говорит, выйди на крылечко, посмотри, не идет ли дождик. Только медведь вышел на крылечко, Машенька сейчас же залезла в короб, а на голову себе блюдо с пирожками поставила. Вернулся медведь, видит, короб готов. Взвалил его на спину и пошел в деревню. Идет медведь, между елками бредет. Медведь между березками. В овражке спускается, на пригорке поднимается. Шел-шел, устал и говорит, сяду на пенек, съем пирожок. А Машенька из короба, вижу-вижу, не садись на пенек, не ешь пирожок, неси бабушке, неси дедушке. Ишь, какая глазастая, говорит медведь, все видит. Поднял он короб и пошел дальше. Шел-шел, шел-шел, остановился, сел и говорит, сяду на пенек, съем пирожок. А Машенька из короба опять, вижу-вижу, не садись на пенек, не ешь пирожок. Неси бабушке, неси дедушке. Удивился медведь. Вот какая хитрая, высоко сидит, далеко глядит. Встал и пошел скорее. Пришел в деревню, нашел дом, где дедушка с бабушкой жили. И давай изо всех сил стучать в ворота. Тук-тук-тук, отпирайте, открывайте. Я вам от Машеньки гостинцев принес. А собаки почуяли медведи и бросились на него. Со всех дворов бегут, лают. Испугался медведь, поставил короб у ворот и пустился в лес без оглядки. Вышли тут дедушка да бабушка к воротам. Видит, короб стоит. Что это в коробе, говорит бабушка. А дедушка поднял крышку, смотрит и глазам не верит. В коробе Машенька сидит, живехонько-здоровехонько. Обрадовались дедушка да бабушка. Стали Машеньку обнимать, целовать, умницей называть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова